Здравствуйте, дорогие друзья! Многие уже читали, слышали, что я занялся созданием партии. Это правда. Мы с вами и до этого делали экологические, образовательные, благотворительные проекты. Вы их помните. Это «Зелёные города», «Школа развития человека», программа «Капитаны России». Не так давно мой хороший друг с семьёй был вынужден уехать за границу. Прежде всего, потому что не видел здесь будущего для своих детей. И это не единственный случай. Люди уезжают, люди успеха. Не потому что им нравится там, а потому что не видят будущего здесь. Мы с женой приняли решение, что хотим жить в России. Но тогда надо здесь строить будущее для детей. Для всех детей нашей страны. Сейчас для этого самое время. Открыто окно возможностей. Всем, и народу, и власти стало ясно, что интересы огромного количества людей сегодня не представлены. Это пора менять. Мы за перемены, но без потрясений. Идеи уже поддержали многие лидеры «Фаберлик». Элитная команда. Российская лига предпринимателей. Ко мне присоединился Александр Дованков, которого многие из вас хорошо знают. Было много вопросов про партию. Например, нас спрашивают, мы правые или левые. В России сегодня левые – это те, кто обещают раздавать денег больше, чем нынешние правительства. Правые – те, кто предлагают у людей и у бизнеса забирать меньше. Мы за то, чтобы люди могли сами заботиться о себе и решать, как им жить. Надо давать людям удочку, а не рыбу. Хватит нас контролировать. Спрашивают, молодежная ли мы партия. Мы партия, которая знает и понимает молодых. Но место в ней есть каждому. У всей страны, у всех людей сегодня есть запрос на обновление. Еще спрашивают, что будет с «Фаберликом» без меня. Заверяю, «Фаберлик» без меня не останется. Это дело моей жизни. Я был, остаюсь президентом и владельцем компании. Как и прежде, буду отвечать за развитие. А за оперативное управление, как и последние 10 лет, продолжит отвечать исполнительный директор «Фаберлик», хорошо вам знакомая Алла Анникова. На недавних встречах некоторые лидеры спрашивали, не будет ли участие в партии обязательным. Заявляю, «Фаберлик» остается вне политики. Я с уважением отношусь к гражданской и политической позиции каждого человека. При этом очень многие лидеры «Фаберлик» спрашивают, как помочь. Мы будем очень рады видеть тех из вас, кто в нас верит, среди сторонников партии. Это и станет нашим вкладом в будущее нашей Родины, в развитие России.